Осваивать Excel 2013 лучше всего на практике. Так выглядит окно Excel при первом запуске приложения. Вы можете открыть существующую книгу вот здесь или выбрать шаблон. Мы впервые работаем с приложением, поэтому для простоты выберем вариант «Пустая книга». Эта область предназначена для создания листа. А все необходимые инструменты для работы с ним находятся здесь, в области, которая называется лентой. В этой области находится поле имени и строка формул. Позже вы узнаете, для чего они нужны. Теперь щелкните любое место в рабочей области. Эти небольшие прямоугольники называются ячейками, и каждая из них содержит определенные данные. Текст, число или формулу. Предположим, что мы хотим создать лист для отслеживания расходов по проекту расширения. Введите первую статью затрат и нажмите клавишу «Ввод». Лист содержит миллионы ячеек, но каждую из них можно идентифицировать по обозначениям ее строки и столбца. Например, адрес этой ячейки – C6, так как она находится на пересечении столбца C и строки 6. В поле имени показана выделенная ячейка. Почему так важны адреса, вы узнаете позже. Теперь введите остальные статьи затрат. Это перечень работ, необходимых для выполнения проекта расширения. Если текст не помещается в ячейках, наведите указатель мыши на границу между заголовками столбцов и дождитесь, чтобы он принял вид двусторонней стрелки. Затем щелкните и перетащите границу, чтобы расширить столбец. Теперь, чтобы сделать наш лист интереснее, добавим в следующем столбце приблизительные затраты по каждой статье. Чтобы числа выглядели как суммы в рублях, применим форматирование. Сначала выделите значения. Щелкните первое число и перетащите указатель мыши к последнему элементу списка. Серый цвет и зеленая рамка указывают на то, что ячейки выделены. Щелкните выделенный фрагмент правой кнопкой мыши. Появляется контекстное меню и этот прямоугольник, который называется мини-панелью инструментов. Содержимое этой панели зависит от того, какой объект выделен. В нашем случае она содержит команды для форматирования ячеек. Щелкните значок с монетками, чтобы отформатировать числа как суммы в рублях. Теперь это уже больше похоже на рабочий лист. Чтобы придать ему профессиональный вид, добавим здесь строку «Заголовка». Теперь всем, кто просматривает лист, будет понятно, что означают данные в каждом столбце. А сейчас давайте сделаем кое-что с данными, чтобы с ними было проще работать. Выделите заголовки и данные. Щелкните левую верхнюю ячейку и перетащите указатель мыши к правой нижней. На этот раз не нажимайте правую кнопку мыши, а просто удерживайте указатель на выделенном фрагменте, пока не появится кнопка. Нажмите ее и откроется линза для экспресс-анализа. В ней содержится набор инструментов, помогающих анализировать данные. Откройте вкладку «Таблицы» и нажмите кнопку «Таблица». Данные будут преобразованы в таблицу. Делать это не обязательно, но работа с данными в виде таблицы дает некоторые преимущества. Например, вы можете щелкнуть эти две стрелки, чтобы быстро отсортировать или отфильтровать данные. Кроме того, вы сможете использовать множество команд и параметров на ленте. Например, мы можем добавить в таблицу «Строку итогов» или отменить чередование строк. Раз уж мы начали говорить о ленте, давайте рассмотрим ее подробнее. Доступные команды и параметры упорядочены на нескольких вкладках. Большинство команд, которые вам понадобятся, находятся на вкладке «Главное». Например, с помощью этих команд можно отформатировать текст и числа или изменить стиль ячейки. Вкладка «Вставка» содержит команды для добавления объектов, например, рисунков и диаграмм. Далее в этом курсе вы познакомитесь с некоторыми другими вкладками. Вкладка «Работа с таблицами» с вложенной вкладкой «Конструктор» называется контекстной, так как появляется только при работе с таблицей. Если вы выберете ячейку за пределами таблицы, эта вкладка исчезнет. Контекстные вкладки также появляются при работе с другими добавленными объектами, например, с парклайнами и сводными диаграммами. Наш лист пока еще совсем небольшой, однако в Excel достаточно места для его увеличения по мере развития проекта. Но прежде чем продолжить работу, давайте сохраним книгу. Продолжение следует...